Сценарист и продюсер Сергей Александрович Соловьёв Здравствуйте, Сергей Александрович Сергей Соловьёв, кинорежиссёр, сценарист, продюсер, народный артист Российской Федерации Окончил мастерскую Михаила Рома во ВГИКе Сергей Александрович – один из немногих режиссёров, у которых одинаково удачно получалось работать и в советское время, и после распада СССР Многие из его картин, не будучи одобрены советскими чиновниками, получали призы на ведущих международных фестивалях – берлинском, венецианском и других Соловьёва считает режиссёром, который всегда безошибочно чувствует дух времени Он является автором культовой асы, а также любимых многими фильмов «Сто дней после детства», «Чёрная роза эмблема печали», «Красная роза эмблема любви», «Нежный возраст» и других Начать хочу с вашей личной истории, связанной с Владивостоком Я знаю, что она такая достаточно интересная и удивительным образом закольцевалась вашим приездом, потому что вы были здесь, будучи маленьким мальчиком Мы её вместе закольцевали скорее, понимаете, потому что не то, что там с неба спустилось и закольцевалось Так случилось, что такие совсем младенческие годы своей жизни я провёл здесь, на Дальнем Востоке сначала, а потом до шести лет, по-моему, я жил в Пхеньяне, в Северной Корее И, в общем-то, с трёх лет, с четырёх, я уже кое-что помню Там был замечательный дом у нас, в котором мы жили, отец был военный, который, так сказать, как я понимаю, способствовал приходу Ким Ирсена Да, я слышала об этом И, так сказать, активно способствовал Я знаю, что у вас были попытки побывать в Северной Корее, да, уже будучи взрослым человеком Уже, да, я даже министра нашего кинематографического просил, чтобы мне, когда кто-то поехал в Корею из кинематографистов Я сказал, ты посмотри-ка мне, а дом такой запоминающийся, он японский дом из вишнёвом саду стоял У него были стены из шёлка, пропитанного как-то против там влаги, дождей, против всё прочее Он стоял недалеко от главного здания спецслужб, я не знаю, как там они сейчас называются Отец, потому что занимался в разведке, он был Они говорят, да, есть, конечно, мне очень захотелось, потому что я помню Но пока не реализовалось это ваше желание, да? Нет, они реализуются, они твёрдо не пускают Ну, на всякий случай Удивительно Я понимаю, что там никаких, конечно, нет претензий ни ко мне, быть не может Да и к отцу уже тоже какие-то претензии Сейчас на всякий случай Оказавшись во Владивостоке, какие-то вибрации такие особенные? Нет, это очень интересно, потому что я помню, как мы, так сказать, сначала мы шли из Пхеньяна морем до Владивостока Я помню это морское путешествие тоже, первый раз я морем шёл сюда Вот, и потом я вдруг увидел вокзал, и вокзал, я его узнал Я был на этом вокзале, это точно я узнал Вот, потому что отсюда шёл поезд в Москву под названием «Голубая стрела», как просто «Красная стрела» была из Питера в Москву, а «Голубая стрела» отсюда, значит, сама Поэтому я не могу сказать, что я так просто совсем ничего тут блуждаю, в тумане ничего не мог Что-то такое И мне это очень приятно, что вот так, как вы правильно сказали, заклицевалось Валерий Фокин как-то сказал о том, что профессия режиссёра тем хороша, что чем больше ты ей занимаешься, тем больше она тебе вопросов задаёт Вы на собственном примере это ощущаете, вот такого рода влияния в своей профессии? Вы знаете, я вообще сейчас как-то всё меньше и меньше ориентирую себя на слово «профессия», да и студентов тоже Профессия всегда предполагает какой-то набор таких фокусов, которыми ты пользуешься, когда, так сказать, охмуряешь, да, уже зрителя, скажем, да Вот поначалу ему нужно заинтересовать, профессия драматурга диктует, что в первой трети этого фильма Мне всё это совершенно перестало быть интересно, потому что я знаю, что кино для меня разговор Вот, единственный способ ведения разговора – это стараться быть естественным и нормальным собеседником Вот, а не собеседником-придурком, который рассчитывает, так сказать, все свои слова, вот, эмоции Значит, что вначале пусть будет чуть-чуть, а потом мы зато раскрутимся, а потом мы ещё что-то Нет, я думаю, что всё-таки разговаривая с человеком или разговаривая с сотнями людей, с тысячами, с миллионами Нужно постараться остаться нормальным, единичным собеседником Несколько лет назад вы рассказывали про проект, который должен был у вас состояться во Франции И который там приостановили по ряду причин Сейчас этим занимаемся опять очень интенсивно, да А, всё-таки... А вы знаете, я вот тоже как-то... Мне просто это очень заинтриговало, я попыталась так вот отследить по времени Ну, какие-то информационные сообщения, всё-таки состоялось, не состоялось Вот там сеансы, всё пишут в сеансе Нет, я думаю, что всё это состоится Но вы сетовали о том, что девочки взрослеют Ну, значит, будут новые девочки, понимаете? Хотя одна из девочек, которая уже стала не просто, так сказать, девочкой Да Она получила золотую пальму Девочкой с мировым именем Золотую пальму вверх Она мне позвонила, говорит, давай снимать кино-то Ну, что ж мы не снимаем кино-то? Я говорю, так ты же вон вообще во что превратилась вообще-то это самое И потом ты мне обещала сниматься за 200 долларов А теперь у тебя в Америке какой-то агент, который ты чихнёшь И тебе нужно платить несколько миллионов, так сказать, долларов за чего Она говорит, при чём здесь Америка? Мы же с вами договаривались Как было 200 долларов, так и было 200 долларов К вопросу о том, что, видите, слава людей не портит Нет, нет, но она действительно очень хорошая Она мне тогда очень понравилась И сейчас, и я её тогда Даже напутствовал на этот Каннский фестиваль Я всё время говорю, ты смотри Самое главное в Каннах, чтобы у тебя платье было крутое Очень занимайся платьем Все остальное Главное, чтобы костюмчик сидел Конечно, чтобы костюмчик у тебя сидел Ты не знаешь, что такое Канна Мы сейчас немножко начали с вами разговор за кадром Я спросила, много ли вы смотрите кино Вы сказали, что, на ваш взгляд, кино следует смотреть немного И тем не менее, как кинозритель Каких впечатлений вы для себя ищите, ждёте? По-моему, там что я написал Он говорит, как-то так получается, что я мало читаю В старости И больше перечитываю Вот я тоже очень люблю пересматривать картины, которые я люблю И они мне абсолютно по-новому открываются То есть, казалось бы, я там знаю всё до дыр, мне всё там известно И тем не менее, я просто как-то поражаюсь тому Какой я был молодец, что они мне нравились, эти картины Назовёте несколько любими Весь трюфов, да, весь трюфов Вот Жаклин Бесет улетела уже, по-моему Она работала с трюфой Она как-то была на московском фестивале Когда я был его президентом московского фестиваля И мы с ней очень много беседовали о трюфове Потому что правильно это, понимаете Картины делаются всё-таки на века Всё-таки на века И это вот наша манера, так сказать, такая Единорогов быстро съедать, пережёвывать и выплёвывать картину Она неправильная манера Ну так мне кажется Поэтому, когда мне говорят, это новая картина Нового, молодого и никому неизвестного режиссёра Я к этому отношусь всегда с большой, вообще-то, так сказать, такой опаской Вообще, я считаю, что с этой вот молодой режиссурой Что-то такое неправильное сделали Потому что, ну, я же знаю всех, в общем, режиссёров И старшего поколения, и среднего поколения, и молодых И могу сказать, что среди молодых, ну, никак не меньше идиотов Чем среди старшего поколения Ну, никак не меньше, понимаете Поэтому вот устраивать такие Я читал в какой-то газете В следующем году, значит, основные усилия государства по финансированию Будут целевым образом направлены только на молодых режиссёров Только на молодую кинематографию Только на... Почему? Это тоже какие-то такие мерки собеса Это неправильно Понимаете, в кино есть одна единственная категория Это талант Ни молодость, ни старость, ничего Потому что, допустим, поздняя картина Больного старика Висконти Он уже был больной старик Они ещё круче, чем его ранние или средние, или картины среднего возраста Поэтому нужно обращать внимание только на существо Понимаете, а тут до чего? Мы же дошли до маразма С этой ориентацией В чём я это говорю, как бы сознанием дела Потому что я всё время веду курсы Не курсы, а в ГИКе Режиссёрские, да Набираю режиссёрские, актёрские И я всей душой за молодых Но когда ни с того ни с сего старшему поколению устраивается геноцид Практически это было несколько лет геноцида просто Ушло, исчезло старшее поколение российской режиссуры Исчезло, а это были великолепные мастера, потрясающие Я стараюсь обязательно приглашать в Ханты-Мансийск старшее поколение Приезжал Мельников, замечательнейший режиссёр Которому за 80 лет, понимаете, привозил новую картину свою Замечательные картины Поэтому не нужно устраивать Мне кажется, что не нужно устраивать таких модных хэппинингов Сегодня будем любить только молодых А я всё, чёртовой матери, молодых Будем любить только старых Ну это же характерная история для государства Мне кажется, оно всегда мыслит таким квадратно-гнездовым способом Государство, оно и мыслит, и так и будет мыслить Мы, мы, вот что интересно Нам нужно, конечно, как можно больше любви Сергей Александрович, вы себя в жизни, в своём деле реализовали замечательно Но помимо этого и в театре, и в искусстве фотографии вы также сказали своё слово Вот сейчас, вы знаете, раз вы про фотографию вспомнили Вот какое-то странное чувство у меня было Я там в общем, в целом, лет 12 занимался Анной Карельной Да, да, да Вышла картина, да? Картина и телевизионный вариант вышел, и кинематографический вариант И, значит, та, со вторая, которая с этим была связана И, в общем, я всем очень доволен и очень рад, что всё получилось именно так, а не иначе Но сейчас я сделал книжку, называется «Анна Каренина. Роман в фотографиях» Да, вот такая книга вышла Мои фотографии Как-то я ухитрялся во время съёмок Анны Карениной ещё снимать И вот вышла эта книга, вот такой том Мощный томинок такой И вот у меня чувство Какое-то того, что картина закончена Возникло в тот момент, когда вышла книга, понимаете? А в Владивосток вы с собой фотокамеру захватили? А вы знаете, я перешёл на телефон Причём перешёл не от того, что его легко носить А у него качество Качество лучше, чем я снимаю на Никоне втором Всё время, так сказать, старался снимать Вот, и я его возил, всегда возил, не ленился Сейчас я вижу, что здесь качество лучше Поэтому это так интересно, потому что Вот, с одной стороны, новые технологии, нам ничего не надо Мы будем снимать на новых технологиях гаджеты А это гаджеты А это как книга на века Качество безукоризненное Ну и как рука тянется? Как, 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 как Она уже практически привыкла Хапательный инстинкт Нам из-за кадра показывают, к сожалению, что нам надо закругляться Наш эфир подходит к концу Поэтому спасибо вам огромное Мы в кефире Да, мы в кефире Кефир на исходе, Сергей Александрович Знаю, что вам ещё предстоит встреча со зрителями, с приморскими Поэтому желаю вам тёплого приёма И я вам тоже желаю И даже не сомневаюсь в этом, не капит И я тоже не сомневаюсь, что в нашем приморском кефире мы будем не самые последние Спасибо вам большое Субтитры подогнал «Симон»